Для участия в научном форуме в Таганрог прибыл профессор университета Модены и Реджа Эмилии, координатор проекта и научный руководитель МААТ Антонио Думас. И без использования фоссильной энергии. Это система с граной экономией, потому что используется панель фотоэнергии и не производит энергии карбоника или оксидный карбон. Потому что каждая маленькая городка может иметь панель, который начинает из города, идет к крючерам и вместе к крючерам идет к другому городу. Это инновационный логистический транспортный проект, очень высокотехнологичный, поскольку он позволяет разработать совершенно новую воздухоплавательную транспортную систему, которая способна перевозить гораздо больше пассажиров, гораздо больше груза. Эта система экологически чистая, поскольку крейсер, переносящий челноки в воздухе, использует фотоэлементы, соответственно, солнечную энергию. Также это весьма удобно для любого города, потому что не нужна традиционная инфраструктура аэропорта. Проект этот перспективный, занимаются несколько организаций из разных стран Европы, России. И по оценке профессора Думаса, проект будет реализован примерно через пять лет. Многоуровневая транспортная система МААТ состоит из стратосферных дирижабли крейсеров, перемещающихся на высоте до 16 км, используя устойчивое воздушное течение для транспортировки пассажиров и грузов на большие дистанции. Важным компонентом системы является челнок, который выполняет функции лифта. Его задача – доставка людей и грузов с земли на крейсер и в обратном направлении. Специалисты Южного федерального университета занимаются разработкой системы управления движением крейсера-челнока, как в пилотируемом, так и в беспилотном режимах, и системы управления автоматической стыковкой челнока к крейсеру. Часть, за которую отвечает Южный федеральный университет, – это система управления. И Круизера, Фидера, а также мы ответственны за управление операцией стыковки Фидера с Круизером. Профессор Думас только что выразил надежду, что проект будет реализован в течение пяти лет. Как Вы оцениваете эти условия? Проект, который предусматривает получение научных результатов, рассчитан на три года. Профессор Думас мыслит стратегически и предполагает, что через пять лет мы найдем заинтересованные организации и компании, которые наши научные идеи захотят реализовать уже для прикладного применения. Поэтому вопрос даже, я бы сказал, не в сроках, а вопрос в средствах для реализации этого проекта. И я убежден только в одном, что тот потенциал, который создан и собран вокруг нашего проекта, позволяет на уровне проработки реализовать эту задачу в течение трех лет. В числе основных задач, которые решит проект – обеспечение экологической безопасности и значительное снижение стоимости перевозок. Это действительно очень, очень приятно для нас, чтобы быть как Белгиевские партнеры в этом проекте. И это обеспечивает много вопросов в решении этой новой транспортировки. Итак, мы делаем очень пионерное работе в этом проекте, потому что МАТ-проект будет дл. аэр-шип транспортировка. И это очень важно для будущего, потому что он будет полностью независимо от ферла. Итак, мы смотрим на сольную энергию, и мы пытаемся, чтобы привести людей вокруг мира, в основном, не платить за патрон. Итак, это большая задача. Мы находимся на технических проблемах, но в следующих 20 лет мы надеемся, что все это будет так, и мы, в основном, путешествуем для ничего. Профессор Вученич выразил удовлетворение от совместной работы с российской стороной и подчеркнул мысль профессора Думаса о новаторской стороне этого проекта, что это, в общем-то, пионерская работа в плане энергопотребления. Не нужно использовать углеводородное топливо, и, как следствие, путешествие становится практически бесплатно, круглосуточно, круглогодично, в любую точку мира, очень экологически чисто и выгодно с точки зрения финансовой. Екатерина Руденко, Виктор Плаксин, телекомпания «Университет».